Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В репертуаре академическая, военно-патриотическая, народная музыка и джаз. Глава города Елена Лапушкина поздравила Самарский муниципальный духовой оркестр с 30-летием. Дом Аврелий, 90 кошек и котов, 33 собаки, 3 грызуна и черепаха. В Самаре состоялась благотворительная выставка «Друг человека». Парадные расчеты, выставки, тематические площадки. Как будет проходить парад памяти на площади Куйбышева в этом году? Результаты реализации национальных проектов, финансовая помощь разным категориям самарцев, снижение цен на продукты. Эти и другие вопросы разбирали на еженедельном совещании в городской администрации. Обсуждение прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Об итогах встречи расскажу в материале. Достижение в реализации национальных проектов – один из показателей успешности города. На сегодняшний день в Самаре действует 10 основных федеральных нацпроектов. Внимание уделяют каждому из них, но на особом контроле нацпроекты, связанные с медициной, демографией и развитием инфраструктуры города. Так, дополнительные места в дошкольные учреждения появятся уже в ближайшее время, благодаря открытию двух новых детских садов и окончанию капитального ремонта еще четырех. Говоря о строительстве и развитии транспортной доступности, в мэрии отметили, что Самара – один из городов-лидеров в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В строительстве новых и ремонте старых дорог службы города преуспели. По состоянию на октябрь цели нацпроекта достигнуты на 100%. Выполнена работа по комплексному ремонту Волжского проспекта, ремонту 37 участков автомобильных дорог, картами свыше 100 погонных метров, общей протяженностью 57,5 километров. Обсудили на совещании и льготы для разных категорий жителей. В центре внимания – обеспечение жильем. К концу года, благодаря средствам городской казны и вышестоящих бюджетов, 302 человека смогут получить социальные выплаты на приобретение собственной жилплощади. На 31 октября обеспечены социальными выплатами 285 граждан и семей. Также на совещании рассказали о динамике цен в продовольственных магазинах. Специалисты профильного департамента отметили снижение стоимости на продукты первой необходимости. Например, гречка подешевела на 15%. Цена на продукты из так называемого борщевого набора упала практически на 50%. Дешевле, чем раньше, можно купить картофель, капусту, лук и морковь. Как отметили представители профильного департамента, мониторинг цен на продукты, в том числе первой необходимости, продолжится и в будущем, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить необоснованного повышения стоимости. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на Галактионовской, в районе скверов на пересечении Свилоновской и перекрестке Галактионовской-Красноармейской. Эти работы необходимы для последующего возведения станционного комплекса и проходки перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой. Как и по участку Галактионовской, здесь временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке сейчас занимаются выносом водовода, переустраивают ливневый коллектор, а также переносят сетевые кабели. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены, скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции, ввели односторонние движения по участку улицы Первомайской. При строительстве метро повышенное внимание уделяют сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, также стараются минимизировать неудобства для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. При этом шумные работы ночью не производят. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако, часть подготовительных работ продолжат и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где трудиться начали 8 октября, вынос инженерных сетей должны закончить в течение 39 дней. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральной», путь между конечными станциями займет около 20-25 минут. До 7-8 может сократиться интервал движения электропоездов. Мы крайне положительно относимся к строительству метрополитена, потому что, безусловно, это позволяет в первую очередь развивать наш город, развивать коммуникации, контакты. Районы становятся доступнее. Первые 25 лет своей жизни я прожил на безымянке, поэтому очень хорошо понимаю, насколько метрополитен удобен. И все перемещения по безымянке у меня происходили именно на метро. Метрополитен работает по часам, поэтому, безусловно, это очень здорово сократит время добраться. Да, сегодня создаются определенные неудобства, связанные со строительством этого метрополитена. Но мы, самарцы, это проходили уже и во время подготовки к чемпионату мира. Уверен, что при внимательном отношении к строительству данных объектов, ну, как минимум, они будут закончены своевременно, и мы все будем гордиться нашей новой, уверен, красивой станцией метрополитена в центре города. Московской области на федеральном военном кладбище установили мемориальную плиту герою социалистического труда Анатолию Чижову, который руководил Самарским заводом «Прогресс» с 1980 года по 1996. Под его руководством на заводе освоили производство новых типов космических аппаратов различного назначения. Анатолий Чижов, как директор «Прогресса», сыграл важнейшую роль в одном из самых значимых для страны космических проектов – создании многоразовой космической системы «Энергия Буран». За 16 лет, что Чижов возглавлял завод, предприятие не только добилось значительных производственных успехов, но и активно развивало социальную сферу. В торжественной церемонии открытия мемориальной плиты приняли участие представители власти, делегация ветеранов завода «Прогресс» и, конечно, родные и близкие Анатолия Алексеевича Чижова. В 80-е годы в «Прогрессовце», прилагая гигантские усилия, изготовили уникальный ракетоноситель «Энергия». Я горд, что мой отец также участвовал в этом. Сейчас на предприятие пришли новые поколения, пришли новые руководители. Я хотел бы пожелать им, чтобы они в своей жизни тоже осуществили свою мечту, построили ту уникальную технику, о которой они мечтают. Музыкальная душа города, Самарский муниципальный духовой оркестр отметил юбилей. 30 лет на сцене отпраздновали большим концертом. В этот вечер для зрителей звучала военно-патриотическая академическая народная музыка и джаз. Глава города Елена Лапушкина поздравила руководство оркестра и музыкантов. Подробности в нашем сюжете. Заслуженный артист Самарской области Марк Коган долгие годы управляет оркестром на сцене и является опорой для всего музыкального коллектива. Этот праздничный концерт по особому поводу муниципальный духовой оркестр отмечает 30-летний юбилей. Я искренне благодарен вам, дорогие друзья, что вы пришли к нам разделить нашу радость. Это хорошая цифра 30 лет. Сегодня то состояние, в котором находится оркестр, в состоянии именно доброго отношения и понимания наших задач и нашего искусства. Поздравить музыкантов приехала глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила творческий коллектив за стремление к патриотическому воспитанию молодежи и нравственно-культурному просвещению. С первых дней создания, конечно, ваш коллектив очень полюбился самарцам. И вы действительно являетесь украшением нашего города. Ваша музыка любима для людей любых возрастов. И я вас от всей души благодарю за то, что вы делаете. Глава Самары вручила награды главному дирижеру Марку Когану, заместителю директора Сергею Софьяну, дирижеру и аранжировщику Сергею Рыбину. В своем ответном слове Марк Коган и Сергей Рыбин поблагодарили главу Самары Елену Лапушкину и руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяну Шестопалову за поддержку деятельности оркестра, укрепление материально-технической базы, обновление костюмов, музыкальных инструментов и помещения. Елена Владимировна, вот разрешите прилюдно поблагодарить вас за то, что вы сделали, и всех, кто причастен к этому, вот за мое обучение в Москве, в Гнесинке. Это просто мечта каждого музыканта. Спасибо вам. Также слова благодарности музыкантам выразил председатель городской думы Алексей Дегтев. Духовая музыка в нашей жизни – это марш победы, и его мы должны поддерживать всеми имеющимися у нас ресурсами. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что вы у нас есть, за то, что вы служите музыке, служите людям. Для зрителей в этот вечер прозвучали произведения, посвященные 350-летию Петра I, песни Великой Отечественной войны, джазовые композиции и, конечно же, знаменитый вальс на сопках Маджурии. И кружатся листья дворян, и дышат в Маджурии сопки, играет оркестр. За 30-летнюю творческую историю коллектив дал 4000 концертов, большинство из которых прошли на улицах нашего города. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Любовь души моей. В Самаре прошел творческий вечер памяти актера театра и кино Василия Ланового, который организовала его жена, актриса Ирина Купченко. Участниками встречи стали семьи военнослужащих и мобилизованных жителей области. Подробности в сюжете Ксении Бакановой. Вы знаете, он ведь был человеком совершенно бесстрашным. Василий Лановой со зрителями умел общаться словно с родными людьми. Его экранный и сценический образ – русский офицер, благородный и бесстрашный. И это бесстрашие было его природной чертой, рассказывают близкие актеры. История Великой Отечественной войны навсегда оставила отпечаток в судьбе артиста. Увиденные ужасы войны в детстве, большую радость победы и ощущение величия народного подвига Василий Лановой пронес в своем сердце на протяжении всей жизни. Его имя сегодня ассоциируется с общероссийским движением «Бессмертный полк». Также актер принимал участие в «Параде памяти», который в Самаре ежегодно проходит 7 ноября. С концертной программой «Спасибо за верность потомки» в поддержку «Бессмертного полка» он объездил за это время более сотни городов страны. Самара, здравствуй! Здравствуй в очередной раз! В культурном центре имени Валерия Грушина прошел вечер памяти народного артиста СССР «Любовь души моей». Его организовала супруга Василия Ланового, актриса Ирина Купченко. На концерт пришли семьи военнослужащих и мобилизованных жителей области. В программе концерта прозвучала военно-патриотическая музыка. Ее исполнили заслуженные артисты России Сергей Куприк и Александр Топчий, а также заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. Перед началом творческого вечера с супругой легендарного артиста встретился губернатор Дмитрий Азаров. В беседе он подчеркнул, жители региона бережно хранят память Василия Ланового, который внес значительный вклад в культуру и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Василий Семенович, для нашего парада памяти стал, конечно, главным действующим героем, символом его. И, конечно, память благодарная в сердцах самарцев, она живет. Я желаю огромного, большого, красивого будущего. Мы должны думать о будущем, о красивом и о большом вам и всему вашему регионе, которым вы руководите, всем людям. Самарская область вошла в тройку регионов, наиболее востребованных для отдыха в ноябрьские праздники. Рейтинг представил один из порталов бронирования. 63-й регион занял второе место по популярности санаторий в Приволжском федеральном округе и 10-е место по всей России. Также в пятерку лидеров вошли Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Нижегородская область. Средняя стоимость отдыха на двоих составит 6460 рублей в сутки. В эту сумму входят проживание, питание и лечебные процедуры. Для сравнения, за санаторный отдых на ноябрьские праздники в Сочи цена будет в среднем 11 100 рублей, в Алтайском крае 11 380, а в Башкортостане 8 220 рублей. В Самаре прошла благотворительная выставка «Друг человека». В течение двух дней горожане могли не только пообщаться с собаками и кошками, но и забрать четвероногого друга домой. На площадку одного из выставочных центров организаторы привезли почти 300 животных. Несколько десятков из них уехали домой с новыми хозяевами. Колумб, Фантик, Федот, Джессика. Кличка, окрас, шерстки, длина усов и хвостов у всех разные. Пожалуй, единственное, что объединяет этих кошек и собак – это глаза, в которых теплится надежда обрести друга человека и дом. Ну, понравилось котик. Как глянул с самого начала. Пошла, ходила, ходила и вернулась к нему. Ну, прикипела как-то, приглянулся. Хорошенький такой. В одном из выставочных центров Самары в эти выходные состоялся фестиваль «Друг человека». На площадку организаторы привезли почти 300 бездомных животных из приютов – котов и собак. Посетители могли не только подарить им тепло, погладить и сфотографироваться с ними, но и забрать домой. Вы сможете увидеть сегодня совершенно новые декорации. Мне кажется, благодаря этому стало намного уютнее, чем раньше. На фестивале, помимо того, что вы можете взять животное из приюта, вы можете послушать очень интересных лекторов. Это, как правило, зоопсихологи, кинологи, это консультанты по питанию, по ветеринарии. Фестиваль «Друг человека» проводится при поддержке администрации Самары с 2018 года. Восьмая по счету выставка стала самой масштабной. Этот фестиваль, может быть, и не его главная цель в том, чтобы бездомные животные нашли своих хозяев, свой дом. Главное значение этого фестиваля, как сегодня я увидел, – пробудить доброту, искренние чувства добросердечных в людях. Когда сюда приходишь, невозможно статься равнодушным, когда видишь столько бездомных животных, кошек и собак. Моя дочка на этом фестивале два года назад как раз бездомную приютила, рыженькую, лися назвала, поэтому она у нее живет и радуется жизни. Людям, которые решили забрать четвероногого друга домой, не важна порода кошки или собаки. Лучше, наверное, сделать доброе дело, забрать кого-то с улицы, чтобы у него тоже был дом, а породистые ее, наверное, и так как бы купят. Я считаю, что собаку нужно выбирать по душе, а не по породе. По сердцу, по зову сердца, скажем так. На этот раз домой с новыми друзьями уехали 90 кошек и котов, 33 собаки, 3 грызуна и черепаха. Все они получили от организаторов фестиваля подарки и консультации у зоопсихологов, кинологов, ветеринаров. За дальнейшей судьбой теперь уже не бездомных, а домашних питомцев будут следить специалисты, а в случае необходимости оказывать помощь в воспитании и лечении. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов, События. Россыпь желтых карточек, два удаления и волевая победа. Самарские крылья советов переиграли Нижний Новгород на своем поле со счетом 2-1. Оба мяча подопечные Игоря Осенькина забили в компенсированное время. За волжским дерби с трибун наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Противостояние соседей по турнирной таблице стало настоящим украшением заключительного тура первого круга чемпионата России по футболу. Крылья советов и Нижний Новгород выдали драму, которая по своему накалу больше напоминала остросюжетный фильм. Но обо всем по порядку. В первом тайме события развивались неспешно. Соперники играли в вязкий футбол, постоянно падали на газон из-за проливного дождя, часто теряли мяч в простых ситуациях и практически не угрожали воротам друг друга. На 29-й минуте случилось первое интересное событие. На поле Кротов ворвался в штрафную хозяев и пытался отдать пас на партнеров. Матео Барыч встал на пути мяча и сыграл рукой. После просмотра ВАР Виталий Мешков уверенно указал на точку. Тимур Сулейманов развел молодого голкипера крыльев советов Богдана Овсяникова и мяч по разным углам. 0-1. После этого самарцы еще несколько минут приходили в себя и пытались скрыть оборону нижегородцев. Гости уверенно защищались, но сдерживать быстроногих соперников удавалось не только за счет индивидуального мастерства, но и посредством нарушения правил. Мешков на такие эпизоды глаза не закрывал и наказывал подопечных Михаила Галактионова предупреждениями. В итоге это и предопределило исход матча. В перерыве Игорь Осенькин сумел донести до футболистов свои идеи, у тренера это получилось с блеском. На второй тайм вышла совсем другая команда. Игроки крыльев советов сели на ворота Нижнего Новгорода и измотали соперника. На 69-й минуте Пеняев разыграл очередной угловой. Самым расторопным штрафной оказался Роман Евгеньев, который отправил мяч в ворота Нигматулина. В эпизод снова вмешалась бригада арбитров. Мешков посмотрел повтор и отменил гол за игры рукой, но подопечных Игоря Осенькина это только раззадорило. Густи продолжали фалить. На 79-й минуте Пенчиков грубо нарушил правила и увидел перед собой красную карточку. Нижний Новгород героически держал оборудование в меньшинстве вплоть до 92-й минуты. В компенсированное время Чиркович отдал передачу на Глушенкова. Максим отпасовал на того же Евгенева, который снова пробил по воротам. Мяч предательски отскочил от ноги Гацука и залетел в ворота. 1-1. Следующая атака крыльев стала победной. Пеняев пробил по воротам с дальнего расстояния. Гацук отбил мяч рукой. Мешков долго смотрел повтор и вынес свой вердикт. Пенальти и удаление. К 11-метровой отметке подошел Глент Бейл и хладнокровно реализовал попытку. 2-1. Самарцы одержали важнейшую победу над ближайшим преследователем и закрепились на 11-й строчке турнирной таблицы, догнав Екатеринбургский Урал пачка. Комментируя игру в первом тайме, Игорь Осенькин отметил, что после забитого гола соперник играл от счета и грамотно держал оборону. Не могу сказать, что мы были в растерянности в тот момент, когда соперник на нас оказывал давление. Просто мы не выжили того, что можно было бы из этой ситуации. Михаил Галактионов не стал обсуждать судейские решения на пресс-конференции. Нам надо делать свое дело. Лучше работать, лучше выполнять свою тренерскую работу и добиваться на поле. Сергей Пеняев, признанный лучшим игроком матча, поблагодарил фанатов команды за поддержку. У нас есть такие болельщики, они нас поддерживали до самого последнего момента, верили в нас. И это помогло каким-то образом, чтобы мы шли вперед, атаковали. По словам защитника Георгия Зотова, на скамейке запасных в этот промозглый осенний вечер было очень жарко. Прям даже очень тепло, прям стало очень холодно сегодня на трибунах было сидеть, а когда вот эта концовка, я даже расстегнуться хотелось, если честно. Но эмоции только положительные, вообще такие концовки, они украшают футбол. В 16-м туре РФПЛ Крылья Советов померится с силами с аутсайдером чемпионата столичным торпедо. Игра пройдет на выезде 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События. И еще об одном футбольном матче. В Самаре прошел первый собственный детский футбольный турнир сети пиццерий «Додо Пицца». За медали и вкусные подарки сражались команды в двух возрастных категориях – дети 2013 и 2014 годов рождения. Финальные игры и церемонию награждения увидела и наша съемочная группа. Именно этот дальний голевой удар стал переломным в финале детского турнира по футболу среди детей 2014 года рождения. Проигрывая 0-3 по ходу первого тайма, игроки команды «Пономания» сами повели в счете и уже не позволили соперникам отыграться, завоевав золотые медали и специальный приз от организаторов турнира – компании «Додо Пицца». По организации турнира все на высшем уровне. Организация, проведение судейства, ну в плане до всех мелочей. На многих турнирах участвовали. Этот уровень показал, насколько он интересный, конкурентоспособный, очень интересно было участвовать в нем. На турнире отметили подарками серебряных и бронзовых призеров, а также лучших игроков на каждой позиции. Это был первый в Самаре собственный турнир сети пиццерий «Додо Пицца». Организаторы обещают, что он станет традиционным, потому что компания заинтересована в развитии детского спорта в регионе. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома офицеров откроют памятные доски командующему военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу армии Максиму Пуркаеву и дирижеру военного оркестра парада 1941 года генерал-майору-композитору Семену Чернецкому. Завершится серия мероприятий 8 ноября. В Театре оперы и балета пройдет историко-просветительский окружной патриотический форум «История для будущего» и информационный фронт. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары информирует в своем телеграм-канале, что специалисты Куйбышевского района совместно с педагогическим составом школы номер 74 обсудили вопросы эффективного взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Администрация железнодорожного района Самары поздравляет в своем канале суртопереводчиков с профессиональным праздником, который отмечается 31 октября. Праздничную дату установили в 2003 году, а первые упоминания об этой профессии относят ко времени правления Павла I. Его жена Мария Федоровна приглашала европейских учителей для обучения глухонемых подданных, включая их детей. Однако данную работу долго не признавали полноправной профессией, признали и внесли ее в тариф на квалификационный справочник только в 1992 году. Жестовые знаки имеют разные значения, все зависит от государства, в котором они применяются. Поэтому суртопереводчики, получившие образование в одной стране, не всегда смогут работать в другой, сообщает Телеграм-канал. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем Телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, как они относятся к дресс-коду на работе. 57% считают, что внешность не влияет на продуктивность. 30% проголосовавших за то, чтобы на работе был строгий дресс-код. 13% считают неприемлемым только пирсинг и татуировки. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok